Божественное проявляется в разных аспектах. В аспекте любви, и в аспекте наказания, и в аспекте справедливости, и все эти аспекты божественны. Поэтому не Бог есть любовь, а Бог есть и любовь, и справедливость, и наказание, и много всего. И в этом плане один из следствий этого является то, что, например, понятие войны не было в достаточной степени проанализировано в религиозных концепциях. Оно выталкивалось из религиозного рассмотрения. Я понимаю, что логически можно все туда увязать, в любовь. И поэтому если все увязать в любовь, то все станет бессмысленным. Поэтому можно ли из этого картинки сделать сразу, что Бог сотворил мир, исходя из категории любви? Ну, можно. Только мне не нравится, когда любовь ставится в главную позицию. Потому что я считаю, что сама это является ошибкой. На одной ноге, хотя я не хотел в это дело так залезать, я, по-моему, даже говорил это в прошлый раз, что когда мы говорим, что Бог относится к человеку вот таким-то образом, то это мы строим идеал взаимоотношений. И, в частности, взаимоотношения между родителями и детьми. Теперь, поэтому те, кто говорит, что главное для Бога, чтобы его слушались, это примитивный уровень и родители, для которых важно, чтобы дети их слушались. Когда мы говорим, что для Бога главная любовь, тогда мы встаем на позицию родителей, менее примитивных, чем первые, но все-таки неправильно позиционирующих себя, что главное в отношении с детьми – это любовь. Я так не считаю. Я думаю, что главное, что мы хотим от своих детей, это мы хотим от них взросления, диалога и взаимопонимания. Теперь, разумеется, разумеется, послушание должно быть на некотором базовом уровне. Любовь тоже должна быть на некотором базовом уровне, но и послушание, и любви недостаточно. Я не говорю, что они не нужны. Я хочу сказать, что они не являются высшими вещами. Потому что, с моей точки зрения, если есть послушание и есть любовь, но нет взросления, то это ужас и кошмар. И поэтому я думаю, когда мы говорим о Боге, то мы на самом деле осуждаем о себе. То, что мы говорим Бог, подразумеваем нас самих, подразумеваем человека, подразумеваем наше общение с миром. Поэтому те, кто говорит, что религия должна, главное, слушаться Бога, те настроены на то, чтобы их все слушали, если всем приказывать. И это натурально проявляется в тех, кто говорит, что главная божественность – это послушание. Те, кто говорит, что главное – это любовь, они действительно… Любовь-то лучше, чем послушание, я согласен. Но послание тоже необходимо. Но мне это кажется недостаточно. Мне кажется, что если, например, дети любят родителей и слушаются, но не взрослеют, то это ужас и кошмар. А взросление означает самостоятельность действия, возможность поспорить с родителями, возможность не согласиться, своя точка зрения, своя креативность и свой диалог с родителями. И вот это вот все более они становятся на один уровень с родителями. Поэтому если они любят с позиции пятилетнего ребенка... То есть пятилетний ребенок, который любит папу и маму, и слушается, это очень хорошо. Но если вам сказать, что он всю жизнь будет таким, то вот это вы поймете, что это ужас. Потому что пятилетний ребенок хорош только потому, что это потенциал для дальнейшего роста, но не потому, что он хорош сам по себе. Сам по себе пятилетний ребенок только в том хорош, что мы видим в нем потенциал будущего. А если вы скажете, что будущего нет, и это есть конец, то тогда это ужас. Именно поэтому постановка любви в центр жизни кажется мне глубокой ошибкой. Понятно? Еще раз. Главное, что я... Вы еще раз. Смотрите. Любовь – это вещь очень важная. Я хочу сказать, что любовь – это вещь недостаточная. Если сказать, что Бог есть любовь, это ставит любовь в самый центр, как самодостаточная вещь. А я утверждаю, что любовь – это вещь недостаточная. И в качестве примера вам привожу отношения между взрослым и его ребенком. Он ребенка очень любит, ребенок его очень любит. Но если вам сказать, что вот на этом мы остановимся, все уже есть, есть любовь. Что еще нужно? Больше ничего не нужно. То это будет ужас и кошмар. Потому что кроме любви нам еще нужна самостоятельность. Нам нужно развитие. Нам нужно, чтобы ребенок поднимался на одну степень с родителем. Чтобы он мог с ним говорить на равных. А ребенок трехлетний, обожающий папу и маму, не разговаривает с ним на равных. И поэтому любовь – это важно. Без любви нельзя. Но любовь недостаточна. Поэтому сказать, что Бог есть любовь, кажется мне огромной ошибкой. Простейший вопрос, простейший вопрос. Хочет ли Бог, чтобы мы с ним спорили и не соглашались? Является ли религиозной ценностью несогласие с Богом? Это вопрос очень нетривиальный. Потому что в одних случаях да, а в других нет. Но если смотрим библейский текст, то разумеется, несогласие с Богом является важнейшей религиозной ценностью. Потому что Ной с Богом не спорит. Ему сказали, иди в ковчег, а весь мир будет уничтожен. Он говорит, есть, бьет под козаек и выполняет, что сказали. А Аврааму, говорит, Содом и Гоморра будут уничтожены. Говорит, нет, как это можно? Как это ты можешь себе позволить? Да это же несправедливо, да это же неправильно, да это же вообще нарушение всего. И Авраам с Богом спорит, и Яков с Богом спорит, и Моисей с Богом спорит. Все великие праведники с Богом обязательно спорят и не соглашаются. Без этого просто невозможно продвижение человечества. Поэтому спор с Богом и несогласие с Богом, борьба с Богом является важнейшей религиозной ценностью. Спасибо.